История, однако, увлекательнейшая штука, оказывается. Вот, например, взять исконные земли. Ну, с Крымом все понятно, исконно русскими эти земли отродясь не были. Хочешь, не хочешь, а по принципу исконности придется отдать его туркам. Больше всего 450 лет Крым был османским. А до этого он еще был и греческим. Вместе, кстати, с куском Краснодарского края. Вот все вот эти названия наши, так сказать, исконно русские. Патрей, Фанагория, Гиргипия. Вот это все от них. Это все они там и правили. Ну, Тамань, ладно. Не очень-то и наша, как бы, хуже с Волгой. Астрахань придется отдать евреям. Ну, а что делать? Самое, что ни на есть, исконная хазария. Ничего не попишешь. Дербент персом. Извините, дорогие дагестанцы, но это факт. Среднюю Волгу, Татарстан, Ульяновскую область, Чувашию, Башкирию и кусок камы придется отдать болгарам. Как ни крути, но все же таки именно болгары являются наиболее прямыми потомками булгар. Они же, кстати, могут и за Крым поспорить. Хоть и не греки, конечно, и не турки, но тоже поисконнее нас в этом вопросе. Урал. Вот Урал реально жалко. Но придется отдать, если по исторической справедливости. Знаете кому? Венграм. Унгры, мадьяры, угорские племена. Тюркоязычные. Ушедшие в Европу с исконно южно-восточного по Уралья. Как вы хотите, конечно, но вот Урал мне реально жалко. Но все же восточнее и севернее даже говорить не о чем. Биармия или по другой версии Парма, собственно, со своей Пермию может делать, что хочет. Это их дела. То есть и Пермь, ребята, не наша, кто в Перме был, слышал, как эти люди говорят. До сих пор остаточек остался. А вот представьте себе всю Сибирь. То есть всю Сибирь придется отдать монголам. Чингизиты, Улус, Джучи. Вот это все было их. И исконные сибирские народности, которые также ведут свою историю от монголам. Пусть сами, короче, разбираются. В любом случае с русским это уже совершенно никакого отношения не имеет. Ну, Сахалин и Курилы, понятно. С Кенигсбергом, по-моему, тоже ни у кого вопросов нет. А вот Новгород великий. Жалко. Почти так же, как Урал. Но ничего не поделаешь. Лишь исконные балтофинские земли. Кого-то там было больше балтов или финнов не знаю. Но факт тот, что славян тут не было чуть ли не до самого Ивана Грозного, который всех исконных новгородцев довырезал окончательно. И только после этого земли заселил московитами. Именно поэтому в Новгороде воевали все, кому не лень, начиная от Олега. Чужой он русам чужой. Так как с русами воевал очень остервенело. Как и Альберге Бьюборг, в который и пришел некий авторитетный скандинавский пацан Рюрик Трувор Синиус. Может быть их и трое было, черт их знает. Со своей братвой сели править почему-то Русью. Скандинавия. Да, Старая Ладога сейчас называется. Карелия, Питер. Понятно все тут. Даже скандинавские земли. Псков, Эстон. А вот Москва. Да-да, друзья мои. Москва. Златоглавая столица России. Газманов, Кобзон. Звонят колокола. Старик Батурин. Вот все это. Блин, и тут тоже плохо. Придется отдать финам. Голять, Мера, Мурома, Мардван. Айбица, Чертана, Ауза, Каламенска. Древнейшие финно-угорские поселения. Дьяковская культура. Железный век. 500 лет до нашей эры исконней некуда, когда руса там близко и не пахла. Ничего не поделаешь. А вот знаете, о чем я подумал, читая все это? Что вот этот безмозглый министр культуры Мединский, с одной стороны, он немножко прав, что он пишет все эти фейковые учебники истории. Потому что если реально начнут образовывать российских граждан, да ну его нах, там такое открывается, что лучше не надо, что лучше Крым наш, потому что и точка.